Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две мои партии из матча с международным мастером Севолодом Тетериным из Латвии. Рассмотрим такой дебют. Либо CB4, BA5, EF4, размен на D4. Либо эта позиция может возникнуть после ходов EF4, BA5. И размен на D4, с перестановкой ходов. Понятно, что таким образом никто играть не будет за белых, так как у черных в этой позиции преимущество. Но такой дебют встречается в жеребьевочных дебютах, поэтому его важно знать. Посмотрим, как играть в этой позиции за белых и как можно выигрывать за черных. Значит, в первой партии я играл белыми, Севолод черными. В этой позиции, после хода напрашивающегося черных FG5, у белых есть три хода. Значит, плохо играть Fe3, плохо играть De3, лучше всего играть Fe5. Ну, вначале рассмотрим мою партию с Севолодом. Fe3 я сыграл в этой позиции, и черные получили форсированную выигранную позицию. Значит, они нападают, Ж4 приходится закрываться, и играют Аb6. Здесь у белых есть три хода. Аb2, Cb2 и Fe5. Все они проигрывают. Значит, я сыграл в этой позиции Cb2. Ну, я не хотел играть Аb2 из-за размена De5, и мне бы пришлось бить на бортик. Мне не понравилась эта позиция, поэтому я сыграл Cb2. Севолод взял мой центр под связку. Я сыграл Bc3, и на ход Ed6 уже приходится меняться рано или поздно. Ed6. И вот здесь я поставил в Севолоду ловушку. Он сыграл правильно Hg5, а вот напрашивающийся ход F7 проигрывал. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые отдают 4 шашки и прорываются в дамки на поле F8. Естественно, международные мастера на такие ловушки не попадаются, и Севолод правильно ответил Hg5. В этой позиции у белых было два хода. Cb4, как я сыграл, я B2. Значит, Cb4 проигрывает из-за размена B5. Ну, допустим, побили сюда. Без разницы тут, куда уже бить. И черные ставят неизбежно рожен на C3. То есть, как бы я здесь не играл, я напал в партии. Черные ставят так называемую присоску, или как я ее называю, пиявку. И остаются с лишней шашкой. Поэтому в этой позиции мне пришлось сдаться. Если вот в этой позиции вместо хода Cb4 я бы сыграл Аb2, у белых был также легкий выигрыш. Они играли G6, и на нападение единственный ход белые проводят комбинацию. Hg7, Gf4, прорываются в дамки и побеждают. Вернемся к начальной позиции. Значит, после нападения в G5 плохо играть Fe3, как я говорил. Значит, давайте рассмотрим теперь ход Аb2 более логичный, и ход Fe5. Аb2 также проигрывал. Здесь черные играли dc5. И на ход bc3 надо было найти кривой, но классный ход Ef6. Только он выигрывает в этой позиции. Значит, в чем идея? Белые не могут играть Cb4, потому что черные выигрывают шашку. Efg5 нельзя меняться. Сюда же мы не можем бить. Черные попадут в дамки. Приходится бить сюда. Ну и все равно черные легко побеждают. Видите? Поэтому в этой позиции приходится после Ef6 нападать Cb4. Ну и тут черные выиграют за счет связки. Играем Fg5. Затем играем De7. Ну, допустим, Ed2. Меняемся Bc5. Поставили угрозу. Приходится играть dc3. Тут играем Gf6. И у белых два варианта. Если не играем cd2, тогда играем hg7. И угроза cd4 неотразима. Выбиваем шашку E3. И прорываемся в дамки с выигрыша. Если в этой позиции белая игра cd4, тогда меняемся. Ну и опять стоит угроза. Приходится жертвовать шашку белым. И прорываться в дамки. Да, они проходят в дамки. Но их дамка, видите, тут же ловится. Дамку-то ставить нельзя. Будет поймана. Поэтому приходится отдавать еще две шашки. Ну и тут можно выиграть без эндшпиля даже. Просто отдаем три шашки. Ловен дамку. И легко побеждаем. Например, как было в одной из партий женского чемпионата Беларуси. По-моему, так выиграла Дарья Федорович. За черных. Разобрали ход Аб2. Ну и последний ход Fe5. В этой позиции. После Fe5 нападаем. И у белых есть два хода. Еф4. Также проигрывает. Нападаем. Берем под связку. То есть Fe3 никогда нет. Будет hg3. И потом черные выбьют шашку. Побьют две. Потом третью побьют. Это проигрыш. Приходится закрываться до Е3. Тогда Fe7. Пустим Аб2. Еф6. То есть этого хода нет опять из-за удара. Приходится играть cd2. Ну тут проводим комбинацию. hg3. Еф6. cd6. И постепенно выигрываем. Этот тенджпиль выигран. Второй вариант в этой позиции. Значит еще раз. Напали. Закрылись. Напали. Закрылись. Аб6. Fe5. Еd6. fg3. Значит бьем. На f4. Приходится бить на е5. И играем f7. Значит черные грозят сыграть еd6. Белым придется закрываться. И тогда они сыграют hg3. С выигрышем. Видите опять будет постоянно грозить вот этот удар. Там побьем две шашки. И потом заберем еще шашку g7. То есть приходится играть либо еf4. Либо еf2. Либо hg3. Три хода. Ну допустим играют сразу же еf4. Тут вот как раз сфиксируем hg3. Грозим. Ну и допустим на dc3. Вот проводим удар. Остаемся с лишней шашкой. Все. Эту шашку потом отлидаем. Выигрыш. То есть еf4 играть бесполезно. Если допустим меняется hg3. Тогда играем hg5. И грозим комбинацией. То есть приходится. Сюда не сыграешь. Еd6 будет. И пройдем в дамки. То есть приходится играть gf4. Тогда уходим на бортик. Ну и тут есть два хода. dc3 и ab4. ab4 проигрывает из-за ed6. Грозит удар. То есть тут есть два хода. Если dc3 тогда грозим выиграть шашку. Приходится отходить на бортик. Тогда выигрываем шашку таким образом. С выигрышем. Если в этой позиции вместо dc3 играет b5. Тогда выигрываем за счет связок. У белых очень неудачно расположены шашки. Видите. Левый фланг перегружен. Здесь просто ждем когда у белых закончатся ходы. То есть на любой ход. Проводим удар. hg3. Либо остаемся с лишней шашкой. Либо проходим в дамки. Ну наконец последний вариант. Если в этой позиции белая игра dc3 вместо ab4. Тогда играем ed6. Грозим. cd2 вроде надо. Тогда b5. ab4. g6. ab2. hg7. b3. Ну и просто играем d7. То есть сюда не пойдешь. Шашка выигрывается. Черные побеждают. А если белые проводят. Такую комбинацию. То это удар в свои ворота. У черных лишняя шашка. Просто идем в дамки. Возвращаем лишнюю шашку. И обрезаем белых по двойнику. Это выигрыш. Ну и последний ход в этой позиции. Это ход ef2. На ef2 нападаем. Приходится закрываться. Нападаем еще раз. Приходится закрываться. Играем b7. Значит, идея какая? Пустим, играют b5 белые. Меняемся вперед. И грозит комбинация. Пустим, cd2 уже нельзя. Комбинация будет. bc3. Также нельзя играть комбинация. Ну и постепенно выигрываем. Остается играть hg3. Тут меняемся вперед. Допустим, bc3. fg5. Ну и постепенно выигрываем за счет связки. У нас, по сути, здесь лишняя шашка. Здесь уже, друзья, своей головой найдите выигрыш. Он легкий. Давайте теперь рассмотрим в этой позиции ход de3. Тоже неудачный ход. Здесь есть хорошая ловушка за черный. Ну, хочется связать белых gh4. cd2 вроде как надо. Ну и тут позиция сводится к игре боброва. Значит, играем ab6. Вроде как fe5 надо. Иначе свяжут. Тогда нападаем. Вроде как ef4 надо. dc5 нападаем. Вроде как fe3 надо. Ну и тут играем fe7. Вот эту позицию мы с вами уже видели. На b2 опять выигрывает комбинация. То есть здесь играем hg3. И на ход gf2 проводим комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Мы с вами уже подобный удар сегодня выявили. Видели. ef6. Также 5. cd6. И пробиваем на 1. То есть нападать gf2 нельзя. На bc3 опять выигрываем шашку. gf6. Бьем назад. Еще раз бьем назад. Ну, что-то подобное мы сегодня уже с вами видели. И остаемся с лишним шаром. Так. То есть dc3 играть все-таки плохо. Как тут еще можно было сыграть? А b2 проигрывает. После gf2 можно было просто разменяться назад. Ну и связка для белых очень неприятная. Видите, у них отсутствуют опоры. На c1, g1. Очень важные шашки. Плюс, кроме того, застряли отсталые шашки 1 и h2. Скорее всего, здесь позиция у черных выигранная. Ну, может, какие-то шансы есть на ничего у белых. Но играть такие позиции очень неприятно за белых. Значит, давайте теперь рассмотрим первую. А, теперь рассмотрим, как правильно играть было за белых. Значит, давайте развернем позицию. Вот. Черные нападают. Как играть? Лучше всего в этой позиции меняться. Fe5. Ну и рассмотрим примерную партию. Белыми играл Сергей Белошиев, черными Возген Амбарцумов. Чемпионат Москвы 2012 года. То есть, у белых, видите, шашка e5 будет подвержена окружению. Но здесь у черных не получается окружить эту шашку. Ну, посмотрим примерный план игры. Допустим, напали, закрылись. Хотят еще раз напасть. То есть, нападения не приносят черным выгоды. Здесь уже лучше сыграть Аб6. Когда играем Аб2, подтягиваем отсталую. И на размен вперед играем Аб4. Здесь можно сыграть и Сд6, и Ед6. Допустим, сыграли Ед6. Тогда меняемся. Бц5 до Е5. Проводим такую разменную комбинацию. Ну и здесь примерно равная позиция. Как может протекать игра? Здесь уже черным надо играть аккуратненько. Сд6, допустим, Аж3. Подтягиваем отсталую. И на Де5 нападаем. Приходится отходить. Нападаем еще раз. Приходится меняться. Ну, тут уже сами меняемся. И партия заканчивается ничьей. Теперь давайте рассмотрим Партию с Всеволодом, которую я играл черными. По-моему, вначале я выиграл вот эту партию, а потом проиграл. Всеволод отыгрался. Значит, в первой партии Всеволод играл неординарно, так скажем, красиво. После нападения в Ж5 он неожиданно для меня разменялся до Е5. Такой экстравагантный размен. То есть, в чем идея? Белые хотят сыграть Ж4 и разменяться назад с примерно равной игрой. Ну, я пытаюсь как-то окружить шашку Е5. Все-таки она стоит неудачная. При случае могу просто разменяться Ж6. У меня будет позиция чуть получше, потому что у белых застревает шашка на Х2. Значит, Всеволод не меняется. Я думал, он сыграет Ж4 и потом будет пытаться разменяться. Он играет АБ2. Пытается обострить позицию. Ну, я играю АБ5, пытаюсь окружить. БЦ3. Нападаю. Приходится закрываться. Нападаю еще раз. Приходится закрываться. И нападаю третий раз. Снова надо закрываться. Это все форсировано. И здесь играю ФЕ7. С идеей разменяться на Б4. В принципе, логичный план игры. На ход СД2 меняюсь. Вперед. И Всеволод лучше всего разменяться назад. Так и было в партии. Здесь я уже почувствовал, что белые почти уравняли позицию. Но какие-то зацепки еще есть у черных. Все-таки у белых застревают. Видите, отсталые шашки. Пытаемся сыграть вот на эту слабость белых. Играем ЕД6. Далее в партии было СД2. ДЕ7. Белые меняются назад. И вот здесь мне удалось найти интересный план. Я сыграл ЖФ6. Последовало ЖФ2. И на нападение. Надо закрываться. Сыграл. ЖФ6. Размен вперед. То есть, видите, я горжу сыграть ДЕ5. Поэтому позиция белых довольно-таки неприятная. В этой позиции Всеволод ошибся. Он сыграл СЖ3. Этот ход ставит белых на грань поражения. Все-таки у него уже был цвет нот. Видите, 17 секунд оставалось. А у меня было 24 секунды. Я нападаю. Приходится меняться вперед. Лучшего нет. Тогда я играю СБ6. И вот в этой позиции белые окончательно ошиблись. Они сыграли СБ4. Этот ход проигрывает. Я сыграл Б7. И горжу выиграть шашку. Вроде как нападать надо. Меняемся. На ЖФ4 нападаем. Надо отдавать шашку. И пытаться прорваться в дамки. Лучшего у белых нет. Ну и в этой позиции я постепенно победил. Давайте посмотрим примерный план игры. Здесь белые смогли провести 2 шашки в дамки. Но я также смог провести 3 шашки в дамки. И вот в таких окончаниях самое главное. Если вы хотите выиграть такую позицию. Надо контролировать большую дорогу. И хотя бы один из двойников. То есть это обязательно условие для победы. То есть сейчас моя задача провести шашку в дамки. И затем построить окончательную позицию. Вот примерный план игры. То есть здесь уже видите. Я грозил поймать дамку. Приходится отходить. Затем перевожу дамку вниз. Снова грожу. Поймать. Надо отходить. И начинаю уже вести шашку H6 в дамки. Селат нападает. Здесь снова стоит угроза. Надо вроде как отходить. Ну и все. Я провел четвертую шашку в дамки. Затем построился вот так в центре. И надо вначале вытеснить стройников белых на косяк. И затем выиграть. В партии мне удалось быстро победить. Обычно кстати в таких позициях. Сторона у которой две дамки в цветноте ошибается. Вот как и было в партии. Здесь дамки ловятся. Либо меняется одна из дамок. И строится треугольник Петрова. Вообще кто не знает как выигрывать четырьмя дамками против двух. Оставлю подсказку в верхнем правом углу. Это окончание иногда встречается в игре. Поэтому его полезно знать. Но вернемся к середине партии. Где же все таки Всеволод ошибся. Вот до этого момента у Всеволода еще была ничья. Вместо АЖ3 хода могла пройти очень красивая жертва. ФЕ5. И просто играть ЕФ2. Здесь уже черным надо играть аккуратненько. Для достижения ничьей. Допустим ЦБ6 ФЖ3. Разменялись. Ну и тут черным уже надо играть на ничью. Здесь уже какие-то шансы у черных. Вернее у белых шансы на выигрыш. Ну допустим тут как сыграть. Допустим так наверное. Так. Так. Ну тут белые уже поддавливают. Видите. Поддавливают. Но ничья все таки возможно. Да. Можно наверное просто идти в дамки. Ничья. Так. И второй момент. Севолод все таки не заметил ничейного вот этого продолжения с жертвой шашки. После АЖ3 тоже была ничья. После размена вперед. Надо было сыграть не ЦБ4 как было в партии. А Ж3. В чем идея. Если теперь я играю в БА5. Ну БА7 играть бесполезно. Будет жертва. АЖ5 и ДЕ5. Это очевидно. А на БА5 снова проходит эта жертва. Как ни странно. ДЕ5 и черные в ЦУКСВАНГЕ. Как бы они ни ходили ничья. Допустим на ДЦ5 уже белые начинают идти в дамки. Нападать бесполезно. Там белые уже. У белых уже будет позиция лучше. Поэтому надо жертвовать. Нападать надо отходить. Ну здесь белые все таки делают ничью. Дамку ставить нельзя. Она ловится. Ну и сюда тоже нельзя ловиться. Здесь белые постепенно проводят одну шашку в дамке. Затем либо проводят вторую дамку. Либо разменивают одну из шашек и достигают ничьи. Второй вариант в этой позиции. Вот. Если бы Всеволод напал. Если бы я закрылся. Тогда белые играют ЕДИ4. Сильнейший ход. Ну и на ЦБ6 размен. Также ничья. То есть белые видите успевают пройти в дамки. Здесь уже ставят трамплин. Дамку ставить мне нельзя. Ловится. Поэтому приходится ставить угрозу. Ну тут белые просто могут разменяться. Ничья. Друзья. Если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать мое творчество. Лайком и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok.